После ремонта двора на проспекте Победы прошёл год. Здесь в программу «Комфортный» городская среда попали сразу три дома – 152-й, 146-й и 156-й. В итоге получился один большой благоустроенный двор с вместительной парковкой, новым асфальтом и тротуарами. Тем не менее, у жителей каждого дома своя доля трудового участия. Это обязательное условие проекта капитальных ремонтов. Собственники также помогли посадить цветы. Новая пломба организована. Также растения – сирень. Ещё планируется посадка десяти елей. Погодные условия, потому что не позволяли пока это сделать, дожди были. Установлена качель, установлена также песочница и планируется установка для выбивания ковров. Такую установку очень просят пожилые жители 152-го дома. Сегодня управляющая компания пообещала поставить её до конца июня. То туда шляешь, то вон туда за 150, а там ещё не содрали. Здесь неудобно вообще, не очень. Это раз. Во-вторых, тут дети. У детей в этом дворе теперь настоящие раздолье. Сразу три маленьких детских площадки. Но представители ТСЖ и 146-го дома уверены, лучше было бы объединить усилия жителей трёх домов и сделать одну большую игровую зону. Считаю, что когда несколько домов участвуют, должна быть комплексная планировка. И тогда не будет. Когда делали вот этот карман, я просила отступить хотя бы два метра. В итоге мы почему не сделали, например, посадку деревьев в прошлом году? Потому что место для отвала снега было не учтено вообще. И в итоге вот сейчас у нас высажены кустарники, которые были запланированы. Вот я оставила здесь участок для свалки и снега. К качеству ремонта у председателя и жильцов претензий нет. Вся проблема во взаимодействии с жителями и управляющими компаниями двух соседних многоэтажек. Тем не менее, активные собственники 146-го дома вложили больше 200 тысяч рублей вместо заявленных 118-ти. Детская площадка, которая у нас установлена еще в прошлом году. Лазалки и качель. Видно, что она новая. Да, ну уже год у нас стояла. Дети довольны. Значит, сейчас у нас уже высажены кустарники, дерен серебристый. Сделали его с отступлением для отвалки снега. Дальше по плану новые урны, скамейки, покос травы возле подъездов и высадка новых клумб. Кстати, сейчас в городе активно переходят к новому дизайну цветочного оформления, вертикального взамен горизонтального. Ну, у вас какие планы по колесам? До конца лета избавиться от них? Или как? Ну, даже не знаю пока еще. Ну, вы понимаете, что через определенный промежуток времени мы начнем уже штрафные санкции на управляющих компаний. Мы-то понимаем, учитель просто это не понимает, потому что штрафы-то будут из нашего кармана, а не из-за кармана. Ну, надо, значит, людям объяснять, разъяснять, потому что они уже здесь находятся, это уже нарушение. Ну, и эстетический вид. На приемах, встречаясь с горожанами, очень часто слышу предложения, вопросы, да, как попасть в данную программу, что для этого нужно. Очень радует, что предлагаются современные решения, да, сами жители, они хотят вкладываться, да, в развитие, поэтому, ну, чем больше вклад трудовых коллективов, тем больше они могут от города получить средства. Жители 156-го дома тоже вложили в трудовое участие больше средств, чем изначально планировали. Почти 100 тысяч ушли на детскую зону и контейнерную площадку, поэтому до обустройства новых клумб пока еще не дошла очередь. Всего спецкомиссия уже посетила больше 150 дворов после их капитальных ремонтов. Мария Беленко, Анатолий Холин, Новости.